Игорь Негода Ой, что-то тут с выделением у нас беда, но да ладно. Суть в том, что все вы наверняка с Юникодом так или иначе имели дело. И представляете, как с ним работать. С другой стороны, этот рассказик я полгода назад делал для сотрудников на работе. И выяснилось, что все-таки есть пробелы. Поэтому, если все будет вам известно, понятно, я буду выглядеть как капитан очевидность. Ну, порадуйтесь за свой технический уровень. Если нет, попытайтесь узнать что-нибудь для вас интересное. Так, значит, меня уже представили. Я последнее время работаю в основном над IOH-TTP и рядом других сопутствующих библиотек. И в самом питоне занимаюсь осинкор. Осинкайос, прошу прощения. И, кстати, вот в следующем 37-релизе осинкайос будет несколько интересных новых добавлений. Ну, мы сейчас не об этом, мы о Юникоде. О осинкайосе и о IOH-TTP я рассказывал много раз до этого. Мне уже надоело, если честно. Нужно рассказывать о чем-нибудь новом. Так вот, вначале было ASCII. ASCII – это 7 бит. 7 бит – это даже не один байт, это на один бит меньше. Считалось, что достаточно, чтобы записать цифры, буквы английского языка. На все прочие языки американца было наплевать в свое время. Для языков типа русского, украинского, белорусского и прочих использовалась старшая половина. Берем во внимание тот факт, что ASCII – это 7 бит, то есть нижняя половина кодовой таблицы, а верхнюю половину можно использовать под что угодно. Соответственно, на русском языке появилось, я знаю, 6 кодировок, которые несовместимы друг с другом. И один текст нельзя записать, используя две кодировки. Что это значит? Для русского все нормально. Но если нам вдруг захочется в одном тексте еще и вставить несколько фраз на арабском, китайском или японском, то в рамках одного байта это сделать невозможно, не влазит. Но японский с китайским они вообще не влазят, там иероглифов слишком много. Но даже обычные буквенные азбуки из разных алфавитов уже перестают помещаться. А это мы изобрели Unicode. Если что, код – неправильный символ. Ну да ладно, зато он красиво выглядит. Unicode состоит из так называемых кодпоинтов. То есть один символ в Unicode называется по-правильному, по-умному кодпоинтов. И этих символов может быть миллион с небольшим. То есть очень много. И эта цифра может вырасти в какой-нибудь следующей редакции, когда придумают, что нам еще не хватает каких-нибудь новых символов, давайте добавим, давайте расширим Unicode. Это периодически случается. Тем не менее, как вы видите, тут всего-навсего 1 миллион. И это на практике значит, что там очень много свободного места, если брать в расчет, что Unicode уже занимает больше, чем 2 байта, поэтому размер ограничен для код-символа 4 на многих системах, и там влезет много чего. Ну ладно, это будущее, что о нем, о ненаступившем рассказывать. В Unicode, видите, тысяча символов. Символы – это как раз буквы из разных языков существующих, умерших и так далее. Поддерживаются всякие разные смайлики, иероглифы, много всего. И все это записывается как код-поинтами. Но нужно помнить, что код-поинт – это такая вот, видите, абстракция. Это не байтовое представление. То есть у код-поинта не существует его записи. Да, конечно же, мы можем сказать, что поместится в 4 байта, это число, мы можем использовать 4-байтную символу. Но когда мы записываем все дело в файл, пересылаем по сети, то используются кодировки. Кодировок бывает много разных. На самом деле, да, черная дыра, в которую можно засосаться. И для Unicode самая распространенная кодировка – это UTF. Собственно говоря, все остальные кодировки, они, как правило, с ограничениями, типа как упоминавшиеся на слайдах до этого, CP1251 – это кодировка 1-байтная, которая может кодировать английский и русский символы, еще сколько-то там знаков пропинания и прочего мелкого мусора, но не может кодировать другое. Универсальные стандартные кодировки для, ну никуда, UTF. И вот как раз, когда мы видим UTF, это значит, что мы видим сериализованные данные, используя какую-то из разновидностей формата. И в питоне есть четкое разделение, в третьем питоне. Строки – это то, что не записывается на диск, но состоит из символов. И потом, когда мы делаем энкод, мы получаем байты в какой-то из кодировок, которые уже можем записывать, пересылать или что-нибудь делать еще. Так, с UTF хотели как лучше, получилось как всегда. Знаете, недавно, сегодня буквально шуточку прочитал классную. Типа, рай был у нас в планах, но из-за превышения сметы построить успели только ад. Вот тут вот немножко получилось, что в планах было, что у нас будет единый юникод и единый стандарт на запись, наверное, когда-то. На деле выходит, что у нас есть множество разных форматов для UTF. UTF-8, 16, 32, плюс, умножить это все на вариант с бомб, без бомб. Что это такое, обо всем буду рассказывать потихоньку, по порядку. UTF-8, вот это то, что должны все использовать на самом деле. В идеальном мире только UTF-8 и оставался бы. К сожалению, это не так. Но, тем не менее, UTF-8, это кодировка, которая кодирует любой символ из юникода, без всяких ограничений. На удивление, один сотрудник в этом сомневался. Использует от 1 до 4 байтов для символа. То есть это multibyte encoding, когда мы не знаем, сколько байт на символ. И нам нужно проходиться по всей строке, чтобы посчитать ее длину, например. Это может показаться неудобно, но на самом деле реализацией достаточно хорошо работает. Есть языки, в которых UTF-8, это кодировка по умолчанию, но не в питоне. Питон умеет только перекодировать строчку в байты на UTF-8 и перекодировать обратно UTF-8 байты в строку. Строки в питоне, между прочим, это тоже такой хитрый объект в третьем питоне, который занимает 1, 2 или 4 байта на каждый символ. И количество байт зависит от содержания. То есть если строка только лишь содержит ASCII символы, то это будет 1 байтная строка. Если вы к этой строке прибавите что-то, русскую букву и создадите новую строчку, то в ней уже будут 2 байтные символы. Все это происходит незаметно для программиста. И кроме как используя C-API, этот факт увидеть невозможно. Ну или как альтернатива, Google обо всем, конечно же, расскажет. Так, символы. Смотрите-ка, для UTF-8 используется такой способ кодирования, что если это аский символ, старший бит у него, ну или кто, записываем его как есть. Если это символ из диапазона побольше, вот сюда вот как раз русский попадает, то записывается как 2 байта. Вот эти вот нолики, единички, как бы задают формат. Ну, соответственно, 3 и 4. Чем UTF-8 хорош? Тем, что он использует минимально доступный размер для перекодирования. То есть, если у нас было только ASCII, получится все будет закодировано как 1-байтные символы. Если что-то больше, ну, соответственно, больше. То есть, это экономное кодирование. Но, поскольку формат вот такой вот немножко замысловатый, от 1 до 4-байт, то приходится это пересчитывать, и сами кодировщики и декодировщики немножко медленнее работают, ну, немножко занимают время на их работу. Но на современных процессорах можно на это все не обращать внимания. Так, перекладываемся. Нет. UTF-32. Что получается? Это формат, который содержит по 4 байта на каждый символ Unicode. 4 байта, как вы понимаете, это несколько избыточно, зато все очень удобно. Взяли, поделили размер нашего буфера на 4, получили сколько символов в строке. Стать на нужный символ, это тоже все очень просто. Умножили позицию на 4, получили первый байт символа. Но занимает больше места, чем можно. И существует две разновидности. Видите, байты могут идти от меньшего к большему или наоборот в памяти. И, соответственно, на диске где-нибудь там по сети тоже. И есть две разновидности. Little Indian и Big Indian. И причем нужно знать, какая была, чтобы правильно считать данные. Если мы будем использовать, запишем нашу строку, используя UTF-32 Little Indian, а потом считаем как Big Indian, получим мусор, естественно. UTF-16 это еще более забавный зверь. Когда-то осознали, что да, однобайтные кодировки, это решительно недостаточно. Может быть, двух хватит. И долгое время хватало. И так выросло то, что потом стало называться UTF-16. UTF-16 используется, например, в Яве. Она, например, используется в Windows API, называлась когда-то просто Unicode. Суть такая, что бралось по два байта на символ, вроде как все еще более-менее разумный компромисс между размером и удобством. И все было прекрасно до тех пор, пока Unicode не расширился и двух байт перестал охватать. Поэтому появились такие штуки, как суррогатные пары. Суррогатная пара – это два символа, два знака в UTF-16. Первый из которых вот в этом диапазоне, второй в этом. И получается, что вот видите, алгоритм как бы кодирования. Вычитаем, делим, берем остаток. Таким образом берем один большой кодпоинт, бьем на два. И так можно записать, используя все еще двухбайтные символы любой Unicode. Но при этом из простой, понятной системы, когда каждый символ занимал два байта и все было хорошо, достаточно было пользоваться умножением и делением, мы переходим к многобайтной кодировке. И нам нужно пробегаться и понимать, где у нас были суррогатные пары, и их склеивать. В общем, эта штука, наверное, бы не родилась, если бы не было вот такого исторического наследия, о котором я рассказал. И сейчас, ну как, приходится иногда иметь с этой CTF-16 дело. Иногда получается, что файлы бывают или там данные некорректно зашифрованы, то есть они записаны как UTF-16, например, ну потому что я ведь так удобно, а считаны как UTF-8. А в UTF-8 в Unicode вообще вот эти символы из этих диапазонов, запрещенные символы, их не должно быть. Но эта вещь ломает вам считывание строки, можно в питоне включать разные режимы, обработки ошибок и это избегать. Ну, в общем, главное, что вы должны понять с этого слайда, что бывают суррогатные пары, и вот они берутся вот от такого способа. Тяжелое наследие тех времен, когда думало, что 2 байт достаточно для Unicode. Бум, байт ордер мак. Иногда так случается, что в файле вначале идет несколько байт какого-то мусора. Дальше текста, а вначале мусор. Мусор – это вот эти вот пять возможных комбинаций, которые рассказывают, дальше файл будет записан вот в такой кодировке. Этот префикс может быть, может не быть. Чаще всего его не используют, когда говорят, что записан данные из UTF-кодировок. Ну, например, на всеми любимой Windows Notepad вставляет, если я правильно помню, этот бум в начале файла, одна запись, вот он просто так работает. Соответственно, если приходится читать, какие, допустим, скрепить интернет, ходить там всякими роботами, вычитывать непонятные странички и потом их анализировать, то там бывает всякое разное и всегда приходится смотреть, а что это такое было. То есть есть там бомб или не было. В общем виде, кстати, кодировка байт, которые вам пришли как текст, она неизвестна. Для HTTP протокола можно смотреть на контент-тайп, который на деле иногда врет. Можно смотреть на внутренность файла, можно пользоваться системой типа C-chardet или просто Chardet библиотеки, которая пытается по началу буфера, скормив ему несколько килобайт, это библиотека пытается угадать, какая кодировка была использована. Чаще угадывает хорошо. Так, с кодировками закончили. И вот еще что нужно понимать. Когда мы закодировать хотим строчку, или наоборот, зачитать кодированную строчку, вы получите из нее строчку, Unicode. Первый параметр – кодировка, второй параметр – режим обработки ошибок. На самом деле их несколько больше. Я перечислил те, которые чаще всего мне, по крайней мере, приходится использовать. В том режиме, который по умолчанию, любая ошибка приводит к исключению. То есть, если этот текст, вы думаете, что это UTF-8, а в нем есть та же самая суррогатная пара, или еще какие-нибудь символы, которые запрещены в UTF, там таких комбинаций довольно много, не любой текст является правильным с точки зрения UTF-кодека, то будет выброшена ошибка. Иногда это не то, что нужно. Например, ну, хотелось бы вытащить хоть что-то. Ладно, там, фиг с ним, несколько символов, пусть их порвет нафиг, но хоть остальное можно будет прочитать, анализировать, там еще что-нибудь делать. Поэтому можно использовать разные режимы. Ignore – выкинуть то, что не читается. Replace – заменить с вот этим красивым знаком вопросик, который на самом деле имеет другой код, чем его обычного вопроса. Заменить этим специальным символом все, что не смог почитать. Почти то же самое, что и игнорирование, на самом деле, но этот вопрос его видно хотя бы глазами. Backslash и replace будут вставлены символы, символы типа обратной косой черты и код того символа, который не получилось зачитать. Что там еще бывает? Бывает режим поддерживать суррогатные пары, пропускать их, бывают там еще всякие разные особенности. Все это можно прочитать, у кого зрение хорошее, внизу мелким шрифтом ссылочка, но на самом деле это часть стандарта питомской документации, как работает с кодеками, какие бывают режимы обработки ошибок. И эти ошибки бывают как на декод, так и на самом деле на энкод тоже. Ну, например, у нас китайские символы, мы пытаемся закодировать, как CP1251, в которой китайских символов нет. Ну, ошибка. Аналогично. И понимаете, что если файл пришел из какого-то там непонятного источника, то попытка его декодировать может сломаться. Это всегда так. Дальше интересная темочка. Смотрите, композитные символы. Вот две строки. Это лев, если я правильно понимаю, по-немецки. А равны или неравны? Зависит от. Вот. Неравны. У них разные длины могут быть. Почему так происходит? Происходит потому, что вот этот вот хитрый символ, на который должен сразу же, который должен привлечь внимание, может кодироваться как один символ, а может как два. Один символ, да, у него есть вот такой вот код, F6, который кодирует вот этот самый О с двумя точечками. А это же самая О с двумя точками может быть закодирована как простое О. Это обычный ASCII. Ларкейс О. И, ну, тут она плохо печатается. На самом деле это спецсимвол для двух точек, которые никогда не существуют, отдельная, которая добавляется к тому символу, который идет перед ним. И таких добавлений может быть, кстати, больше, чем одно. Зачем это нужно? Юникод, он не только для анализа текста, он еще и для печатания. Например, понимаете ли, можно реально сделать шрифт, в котором будут английские буквы и вот эти вот разные варианты диактрических символов омляутов. Сделать шрифт, в котором будет комбинация всех возможных символов, которые могут склеиваться вместе. Ну, наверное, тоже можно, но этот шрифт будет как минимум больше места занимать. Это никому не надо. Поэтому есть две формы, когда композит склеенный и когда композит разорванный на его составляющей части. И технически это один и тот же символ. Что нам делать, когда мы читаем текст и потом пытаемся его анализировать, сравнивать, находить какие-то подстрочки? Нам нужно его нормализировать. В питоне есть стандартный модуль Unicode Data, в котором есть не менее стандартная функция Normalize и можно, ее вызывая, приводить строку в какую-то из нормальных форм. Нормальных форм бывает четыре. Это в виде дикие вещи, которые запомнить с первого раза сложно, но это Normal Form, а дальше последние символы обозначают, что именно это такое. Это Composite Form, то есть то, что состояло из двух и более частей, будет склеено в один символ. И, соответственно, Decomposite, если это был символ Composite, мы его развалим. Дальше вот эта буковка Key, она служит вот для чего. Один и тот же символ, вроде бы визуально один, он может на самом деле иметь разные Unicode-ные номера, Code Point и разные Unicode-ные символы. Например, например, большая латинская I, это символ, ну, capital letter I, и этот же символ с тем же самым начертанием, и он, вообще-то говоря, заменяемый, может быть как латинское число единица. И вот эти вот варианты, когда с Key, они пытаются, ну, в том числе и латинские символы превратить в... латинские цифры превратить в английские символы. Какой из вариантов кодирования выбирать, дело ваше? Ну, понимаете, что вы зачитали текст, вы не знаете... Вы знаете его кодировку, но не знаете, в каком из вариантов композита представлены. Там вообще внутри может быть намешано. Один композит записан. В объединенном виде, второй в... в декомпозитной форме. И это значит, что перед любым анализом текста нужно привести хоть к чему-нибудь одному. Прежде чем сравнивать. Ну, наверное, где я понятно. Так, вот мы нормализируем. Видите, одно и то же строка, на самом деле, мы ее нормализировали. В композит форме всегда получается по 4 байта, в декомпозит будет 5. вне зависимости от того, какой был входной параметр. Категории Unicode. У каждого символа есть своя категория. Видите, у них такой мнемонический имена. Тут не совсем оно мнемоническое, но тем не менее. Это пробел из большей категории разделителей. Это нумерик диджит. Соответственно, большая буква. У любого символа есть категория. Категории достаточно много. Откройте, опять же, интернет, нагуглите, увидите, сколько их существует. У каждого символа, опять же, есть свое имя. Видите, можно уникоддейта спросить имя и по имени получить обратно символ. это может быть удобно, потому что, когда вы видите вот такую зюку, вы не знаете, что это такое. А можно спросить имя и хотя бы потом сказать другу. Так, смотрите, забавные вещи. Считаем, сколько в Unicode бывает пробелов. Пробелов бывает 17. Считаем, сколько бывает знаков пунктуаций. 700 с лишним. Эти цифры намекают на то, что операции типа разделить, разбить текст на слова вот таким вот нехитрым манером, оно не очень работает. Оно работает с вашими текстами, не с теми, которые лежат в интернете. И нужно делать что-то другое, используя категории. зная, что есть категория для разделителей, есть категория для пробелов всяких разных, и дальше что-то с этим можно делать. Например, я бы мог их не суммировать, а, кстати, получить множество всех символов разделителей. Вот для примера это название всех пробелов. Чем они отличаются друг от друга, извините, меня не спрашивайте. Может быть, это важно для специалистов по типографике, они как-то там более красиво выглядящий пробел и менее красиво выглядящий пробел. Ну, понимаете, что их много. и что с этим всем счастьем делать? Использовать правильные регулярные выражения. Ну, это не единственный способ, но регулярные выражения, всеми любимые, каждый много раз в жизни, наверное, отлаживал неправильно написанные регулярные я их люблю. Регулярки повсеместно используются для тогенизации, для какого-то там предобработки текста перед анализом и так далее. Так вот, стандартный модуль Ре, только который на две буквы, он достаточно хорош, чтобы решать очень-очень много проблем. Но, если вы работаете с юникодным текстом, с разными текстами, написанные разными народами, на разных языках, то, скорее всего, стоит использовать Rehex. Модуль тоже фиг знает сколько лет, доступен на пайпе, ставится пипом, написан Python Core Developer и вообще штука замечательная, почему не заменила Ре, ну, потому что чуть-чуть несовместимый и совсем чуть-чуть это может быть иногда там важно, в питоне очень повернуты на обратной совместимости и модуль REN просто достаточно хорош для очень многих применений, тем не менее, не для всех. Так вот, в модуле Regex очень много разных плюшек, но я расскажу только об одной сейчас, это возможность указывать как раз категории, собственно говоря, более того, возможность указать свойства. проблема разбиения по правильным пробелам, видите, мы пишем свойства и указываем, что это должна быть категория пробельных символов, и мы так дальше бьем наш текст на пробелы. Тут мы добавляем еще и знаки помутации. Видите, ничего нового, но надеюсь, вы запомнили название этой чудесной библиотеки. так, и последний небольшой кусочек URL. Вот так получается, что сейчас мы живем с интернетом, он повсеместно у каждого в кармане, и в интернете все ссылки, конечно же, закодированы, как URL. и там тоже есть кодировки, кто бы удивился. Кодировки используются таким образом. Это вообще-то утф-8 за мелкими исключениями из правил, о которых вы можете особо не задуматься, пока не перепечет. И каждый символ может быть закодирован в форме так называемой percent encoding, то есть с пробелами. Это получается буковка T в утф-8 будет записано как 2 байта, и каждый из байтов мы записываем как процентик, и вот оно шансатеричный код для этого байта. Соответственно, 2 байта, 6 символов, 2 процента и соответственно 2 кода. И когда мы идем на Википедию, к примеру, она прекрасно понимает русские буквы, внутри все превращается в проценты, браузер шлет уже строчку с процентами. Какие символы кодируются, какие нет, на это дело есть стандарт, ну в общем-то, говоря, понимаете, что да, английские буквы не кодируются, цифры не кодируются, специальные символы зависят от того, в каком это части, то ли это query string после вопросика, то ли это часть пути, там есть разные наборы исключений для символов, которые можно кодировать, которые нельзя. А, ну и тут похвалился, используя библиотека ярл, которая это все делает из коробки сама. умеет перекодировать, чтобы ей не дали, в то, что будет хорошим урлом. Так, это процентные кодировки используются для имени, пароля, если они есть, для пути и для параметров для query string и фрагмента, а сам URL, DNS вернее, доменное имя, кодируется другим способом. Ну, так получилось, дорогие мои. Кодируется так, что получается вот XN два минуса и потом какая-то абракадабра точка, и опять, если это были не английские символы, то снова XN и еще что-то. Это что-то называется Punicode и все вместе стандарт IDNA. IDNA это стандарт для кодирования URL. Бьем на точки и каждый кусочек перекодируем. В питоне есть стандартный кодик IDNA, с которым немножко есть сложности, потому что существуют IDNA 2003 года и 2008 они чуть-чуть разные и разница больно бьет немцев, например. У них вот есть красивые символы, которые кодируются правильно новым сандартам и неправильно соответственно старым. И эти способы кодирования несовместимы. И есть терминология такая, что Unicode это что-то видите, это очень красивый китайский сайт о цветах в домашних горшочках, миллион классных картинок, а на деле в душе это имя выглядит вот такой нечитаемой фигней. Почему оно вообще существует? Потому что человечество наклепало миллиарды раутеров и прочего сетевого оборудования, которое не знало о существовании Unicode и знать не хочет, а когда мы вот таким вот образом перекодируем Unicode символы в то, что является ASCII, входит в ASCII диапазон, то все эти наши запросы проходят через все старое сетевое оборудование, все прекрасно, ничего не ломается. Минус прочитать невозможно. Ну теперь вы знаете, как это делается, как это чинится. Ну собственно говоря, все. И время закончилось, но немножко есть, осталось время вопросов. Вопросы? Пожалуйста. Я, конечно, могу посмотреть это в исходниках, но тем не менее спрошу. Правильно я понимаю, что питон использует библиотеки для работы с Unicode предоставляемые системой, потому что объем информации долбанический. там нет вообще-то говоря, он при сборке, там есть и кодные таблицы, ну в самом питоне, как часть питона. и кодеки там тоже закодированы не как системные, а правила записи идут свои. Вообще-то, говоря, нужно не так-то много, нужно сказать, какая должна быть информация. Этот диапазон, это вот эта категория, этот диапазон, эта категория, этот это. Ну, название всех код-поинтов. Вот про название я, честно сказать, не помню. Но, кажется, там все постарайтесь. Вопрос, в общем-то, вот в чем. Если бы эта информация предоставлялась системными библиотеками, то есть, возможна ли теоретически такая ситуация, когда на разных операционках работает по-разному? Вот в чем, собственно, суть. Нет, потому что, ну, все люди же ответственные. Конечно. А в Unicode нет такого в стандарте, что раньше это был один символ, а теперь мы называем как-то по-другому. То есть, они добавляют, но не меняют, как правило. Люди пишут с ошибками, то есть, баги бывают. Вот честно, не знаю. Ну, вы не встречались с таким символом? Нет, не встречался, и, честно говоря, имена символов, это, ну, чуть ли не последнее, что обычно интересует. Категории, ну, работают нормально. Плюс-минус есть в зале мои сотрудники, которые были бы менее оптимистичны, но за мнем для ясности. Понятно. Спасибо. Спасибо, Андрей. Как ты сортируешь тексты с Unicode? Сортируешься? Как ты имеешься? Сортируешься? Сортируешься алфабетически. Потому что, если вы сортируете листу стрингов, то будет сортируется according to Unicode. Позицина. Да, да. Не так, как это должно быть в языке. Я могу ответить. I don't do it. обычно ты... По-русски можно? Обычно ты же сам говоришь, как сортировать. Но алфавитная сортировка это всего лишь один вариант сортировки, который часто неправильный. Ну, не подходит. Поэтому еще пять критериев докидываешь и через там лямбда сортирует и всегда принимает. Не, ну, смотри-ка, обычно в разных языках, тем не менее, символы кириллики идут одним сплошным диапазоном сортированным по кириллическому алфавиту. То же самое для английского, для арабского. Про китайский я не знаю, у них есть ли порядок вообще в алфавите. но обычно должно это более-менее нормально работать. Вопрос по поводу категорий. А зачем нужны категории? Неужели там backslash s, backslash v не включают все возможные варианты? Оно включает и да стандартные вот эти диапазоны. Символа пробельный символ. Все верно. оно уважает Unicode. Верно. Проблема может быть в том, что категорий вообще-то говоря больше, чем то, что поддерживается стандартным модулем Ray. Тебе может хотеться, что чего-то еще. Потом эти категории, но это уже немножко отступление в сторону. например, китайские иероглифы, которые отвечают за числа, у них категория это буква, но есть свойство, что это нюмерик. Ну, то есть там есть всякие разные хитрости, которые стандартная библиотека Ray не решается. Она до какого-то места работает, а потом у нее закачивается функционал. А у RayEx в обычном случае должно работать. В обычном да, но если приходится анализировать текст, написанный на разных языках, то вот тут иногда ломается, иногда не хватает. Чуть почти про то же самое. Вот в примере RayEx давали категорию ZS. Неужели Space не всегда сепаратор? В смысле Space? Просто Space? В примере у вас было Z и S. Да. Неужели не хватило просто S? Ведь он же по идее всегда Z. Сейчас, сейчас, сейчас речь идет про вот это. Ну как, можно указать первую букву, откидывать хвостик, а начало нельзя. То есть нельзя сказать ищем по маленькой S. все, тогда понятно. Вот. И опять же, если полюбопытствовать, посмотреть, по отбирать символы, ну типа как я их считал там, то можно увидеть, что да, в категории сепараторов здесь не только пробелы. Ну там еще есть всякие разные непечатные символы, например, которые не пробел, но рвать на этом месте строчку нельзя. Ну есть всякие такие вещи. Спасибо. Еще вопросы? Ну Паша поднял руку первее. Спасибо за очень такое интересное освещение. Вот значит было сказано, что в питоне Unicode декодится не в UTF-8. Я правильно уловил мысль? Вот во что? Внутреннее представление не UTF-8, да. В PyPy UTF-8, в CPython нет. А что? Там один из четырех вариантов. Есть двухбитное поле, которое говорит, в чем именно закатерна каждая катеретная строка. И это может быть или ASCII, либо LATIN-1, или двухбайтный UCS, тут так назовем, когда для русских для каждого всего два байта хватает. Либо это четырехбайтный Unicode. И в зависимости от того, какой контент, во что он влезет в минимальное, такая кодировка. Ну то есть если считывать Python-овский код именно как текст в питоне. Да. То вот что как его декодировать? Там что-то в своем? Смотрит каждый раз, когда ты делаешь строку, он смотрит из чего она состоит и выбирает подходящий вариант. Ясно. Спасибо. Да, это никогда не UTF, не UTF-8. UTF-8 это только тогда, когда ты делаешь явно N-code и тогда получается UTF-8. Внутри нет. Еще вопросик. Смотри, сейчас там микрофон уже. Подожди, ты уже задавал вопрос. Вроде микрофон у меня. Ваш кожей микрофон схватил и... Сейчас, сейчас. Следующий. Смотри, вот ты сказал, что в питоне там вот эти слэш-D, слэш-W, слэш-S, они все уникодные включают, правильно? Ну, по крайней мере, так, задекларировано. А вот есть у тебя какой-то канонический пример, когда это вызывает уязвимость? Все же думают, что на самом деле там 0.9 там и не ожидают, что потом там что-нибудь еще такое будет? Вот про язвилась, ничего не скажу, не знаю. Честно. Ну, то есть, если ты хочешь какую-то программную штуку отпарсить, то тебе нужно либо 0.9 написать, либо слэш-D и потом ASCII проверить или что-то такое. Ну, если ты хочешь написать RGXP на идентификатор, на правило идентификатора, ты должен лучше, да, перечислить, что это будет только английское. Ну, идентификаторы, ладно, часто бывают уникодные, а вот если ты потом его хочешь в int со скобочками засунуть, то получается вот часто будет ломаться, да? Ну, то есть... В общем, говоря, да. Спасибо. Еще вопросы? Еще пять минут. Я правильно понимаю, что если прочитать в питоне строку без декода, то в принципе RGXP будут работать. Считать без декода? то есть, если бы прочитать из файла строки, но не декодировать их. Если ты читаешь, что ты читаешь не строки, ты читаешь байты. Да, но RGXP могут работать иногда. С байтами? Да. Или не будут работать и сломается что-то. Ну, в общем-то, говорят, я не помню, кажется, оно все-таки работает, там много чего не дост... Некоторые категории... Обрезано может работать. Не все работает, да. Там, для Python 2 я точно помню, что это превращается просто в байты, в ASCII, байты, пробелы, это только пробелы, он забывает о Unicode, когда у него байты пойдут параметрам, и все. Спасибо большое за доклад. Хотел уточнить один вопрос, вот как оно работает внутри. Если у нас есть одна большая строка, которая закодирована к примеру по 4 байта на символ, и мы берем из нее чуть поменьше, но тоже большую подстроку, будет ли она проверяться, можно ли ее перекодировать, и будет ли она перекодирована, и как много времени это может занять, стоит ли на это обращать внимание. Обращать внимание точно не надо. Но если строка, к примеру, там, гигабайт 2, 3. Я не помню, когда эти правила... Если это просто копирование памяти, это быстро. Насколько я помню, подстрока, это именно копирование памяти, и он там лишнее делать. Это не считается как создание новой. При конкатенации происходит вот это перерасчет, какой формат будет лучше. При слайсинге, по-моему, ничего не происходит, если я не ошибаюсь, но это, опять же, лучше посмотреть в исходном коде. Ну и с этим все равно ничего особо не сможешь сделать, и никогда не стоит, наверное, беспокоиться, потому что... Ну да, да, это, в общем, копание в том, что обычно оно больно не делает. Спасибо, Андрей, за доклад, спасибо за вопросы. Сейчас у нас следующий. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!